Всем привет, меня зовут Саня. Сегодня мы с вами поговорим про креатин. У нас будет 10 пунктов, по которым мы подробно пройдемся, и я вам расскажу про креатин. Поделюсь своим опытом, своим мнением, как он работает, как он на мне отразился, и как он может отразиться на других. Зачем принимать креатин? Лично я принимал креатин для того, чтобы набрать мышечную массу. Второе, улучшить силовые показатели. И третье, улучшить свои силовые элементы. Что такое креатин? Креатин это азота, содержащая карбоновая кислота, встречается в организме позвоночных, участвует в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках. Креатин влияет на показатели. Креатин повлиял на мои показатели очень хорошо, плотно, уверенно, потому что лично для меня креатин это как добавка, дополнение к своему полноценному рациону питания, которое помогает мне содержать в моем организме воду, потому что креатин дает мне сохранить свои силовые показатели. И я это называю силовой запас в 5 секунд. Сколько креатина нужно принимать в сутки? У меня была суточная норма, это 5 грамм креатина без загрузки, без каких-то, знаете, загрузочных дней, как говорят, 10 грамм загружаетесь каждый день, потом 20, потом 15. Нет, я так не рекомендую, потому что на своем опыте 5 грамм в сутки это, ну, достаточно. Чем запивать креатин? Чем я запивал креатин? Креатин усваивается с глюкозой. Значит, вам, по идее, нужно употреблять глюкозу к рациону креатину. Это, например, я заменял соком, либо просто наливаете стакан воды, добавляете 3-2 ложки сахара, кому как, можете одну, на свое усмотрение. Либо с каким-то соком, не знаю, протеином тем же, можно тоже, с чем-то сладеньким. Либо бы делал так, что просто кидал ложку креатина, просто бультыхал в своей ротовой полости и его выпивал, и чем-то заедал, каким-то печенюхами, либо какими-то конфетами. Вот такие способы для того, чтобы креатин ваш быстро усвоился и сразу дал результат. Мои показатели, результаты после приема креатина. После приема креатина, мои показатели были становая тяга, 200 кг, при этом я ее очень редко делал. Второе. Подтягивание с весом плюс 100 кг, выходы на 2, плюс 50 кг. Детям принимать креатин. Сегодня нет точных данных о влиянии креатина на организм. Это должны четко осознавать родители и тренер. Креатин нормально усваивается в любом возрасте, поскольку он является абсолютно натуральным соединением. Но некоторые ученые обеспокоены тем, что креатин увеличивает силу сокращенных мышц, что может негативно сказаться на несформированном скелете. Чтобы избежать таких последствий, стоит начинать давать ребенку спортивное питание на основе креатина только после полового созревания. У девочек оно укладывается в период с 8 до 17 лет, когда менструальные циклы приходят в норму, а у мальчиков с 10 до 20 лет. Побочные эффекты от креатина. Я не почувствовал никаких побочных эффектов, потому что раз, я его принимал правильно, два, я не употреблял больше нормы, а больше нормы это уже 10, 15, 20, 30 грамм. Это не рекомендуется вообще категорически, забудьте о таких цифрах. 5 грамм это золотая середина. Таких более каких-то масштабных проблем при употреблении креатина я не ощутил. У кого возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях, может сниму видос на эту тему. Так что, если понравился, ставим такие пальцы. Все, подписываемся на канал, делимся с друзьями и пост вас актив с меня видосы. Погнали, погнали.